В первом выпуске программы «Диет-совет» говоря о завтраках, мы затронули весьма важный и щепетильный вопрос об организации питания ребенка в целом. Важный, потому что от того, что и как ест ребенок, напрямую зависит его здоровье и качество жизни. Это, впрочем, касается не только детей. Ощепетильный он, потому что о простых истинах знают все, но вот только придерживаться их готовы далеко не все, начиная от родителей и заканчивая школой. Думаем, некоторые рекомендации диетологов и яркие примеры способны изменить привычное отношение к вопросам питания, а особенно детей. Я могу сказать, что однозначно принципов того здорового питания, которое мы сейчас должны заложить в социум, их просто нет. Есть разрозненное понимание диеты, есть стандарты, стереотипы, по которым школа и система живет, она не может быстро все это изменить и поменять. Но тем не менее мы понимаем, что дети у нас уже сегодня рождаются, они уже 80% больны. И от того, что мы едим, как мы едим, зависит здоровье наших детей и нас с вами очень мощно и очень сильно. Поэтому эту систему питания, конечно, нужно менять, но не конфликтуя с системой, а принося какие-то созидательные такие идеи. Более или менее разобравшись с завтраками и выяснив, что, во-первых, они должны быть у каждого ребенка в обязательном порядке. Во-вторых, состоять из каш, молочных продуктов и овощей. Перейдем к вопросам о питании в школах. Чем кормят детей в учебных заведениях ни для кого не секрет. Гарнир, каша или пюре, котлетка, кусочек овоща, чай и булка. На первый взгляд, нормальная еда. Но что по этому поводу говорят диетологи? Я с этим сталкиваюсь и достаточно очень часто, когда приносят меню, и мы анализируем, и потом с помощью этого еще мы и худеем. То есть ребенок обращается для снижения веса. Какие там минусы? Опять-таки, мяса практически нет. Колбаса, либо сосиска, каша. И если ранее было в меню больше еще овощей, даже того же соленого огурчика, либо там свекла, либо салаты из капусты, сейчас тоже этого нет. И недостаток этого, это опять-таки качественных, да вообще белков, просто нет белков, качественных жиров нет. Одна голливудистая пища, которая не дает энергии надолго, не обеспечивает то, что в течение дня просто необходима организму для того, чтобы построить. Нужны кирпичики. Кирпичики – это аминокислоты. И второй момент – это риск развития избыточного веса, ожирения, потому что переизбыток в рационе углевода приводит к накоплению жировой ткани. Я не хочу ни в коем случае обвинять наши школы, тут никуда не денешься, да, не школа виновата, а это очень давний вопрос по поводу выигрыша тендеров всякими компаниями пищевыми, которые навязывают свои продукты этой школе или этому садику, но мы должны знать четко, как родители, чего делать нельзя. Дело в том, что в школе они получают питание, когда у них, допустим, картошечка-пюре плюс кусочек мяса, плюс все это залито жировой подливкой, и в этой подливке всегда комби-жиры, то есть комбинированный жир. Это всегда растительные затвердили жиры, так называемые, да, то есть гидрогенезированные жиры, смешанные с какими-то животными жирами, там, с тем же сливочным маслом. Что здесь можно сказать? Картошка-пюре – это очень высокоуглеводный продукт, кроме того, мы же знаем, что это крахмал, как хлопья-мюсли, так и картошка, это крахмалистые вообще продукты, поэтому в картошке нет вообще ничего питательного, то есть питательной ценности строительного материала там нет, там есть только крахмалы, а крахмалы – это длинные цепочки, состоящие из множества молекул глюкозы. Как только крахмал расщепился до молекул глюкозы, эта глюкоза попадает в кровь, безусловно, поэтому наша задача, чтобы даже если это картошка, чтобы она все-таки была не в виде пюре, это может быть печеный картофель, печеный в кожуре – идеальный вариант, это может быть какой-то картофель, который там притушенный немножко, да, плюс к этому мясо. Что мы имеем? С одной стороны, мясо – это белки, и белки нам необходимы, я ни в коем случае не против мяса, но когда мы смешиваем картошку-пюре, который чистый крахмал, и организму требуется определенное количество, определенные виды ферментов, и крахмалы расщепляются в щелочной среде в организме. Для расщепления мясных белков животных требуются совсем другие виды ферментов, другое количество, и расщепляются эти белки только в кислой среде, в желудке. Если мы наляпываем это все в один прием пищи, то для ребенка, особенно сегодня, когда у детей там 6-7 лет, они только поступают в школу, да, у них еще ферментная система неустоявшаяся, у них желудочно-кишечный тракт еще не сформирован, он не может бороться против каких-то нагрузок больших, и это идет большая ферментная нагрузка, поэтому организму нужна либо картошка с овощами, либо мясо с овощами. Вот это ляпсус, это нехорошо для детского организма. Потом у нас идет кофе с сахаром и белая булка. Спросите меня об овощах. Овощей там пол помидорчика или пол огурчика, и очень часто они соленые, то есть квашеные, да, вот это все овощи. Поэтому в калориях получается очень большое количество энергии. Энергию тут деть некуда, потому что они дальше сидят на уроках после этого завтрака, или второго завтрака он подается, как второй в школе. Он получает, этот ребенок, огромное количество энергии и очень маленькое количество строительного материала. А ведь им строится, они растут. Такова действительность. Но поскольку изменить ее уже завтра нам не под силу, то постараемся внести хоть какие-то коррективы в питание ребенка, и вот как. Совет всем родителям. Узнайте, пожалуйста, хоть примерное меню, чем кормят в школе. Если там каши, если там нет истинного кусочка мяса, нет овощей, нет фруктов, нет молочных, кисломолочных продуктов, яиц, значит, формируем рацион, исходя из того, что недостает. То есть мы должны этот дисбаланс заполнить дома. С утра прекрасно идет это творожная запеканка, суфле, сырники, молоко, кефир, йогурт, если, конечно, нет аллергии у ребенка на эти продукты. То есть омлеты, омлет с овощами, молочная каша, молочная каша плюс бутерброд. Вот это идет основа. Можно еще такой вариант, когда завтраки более плотные. Да, то есть это уже старший, уже школьный возраст, где-то 8, 9, 10 класс. Они стесняются в школе что-то кушать, только опять-таки покупают там пирожки либо пиццы. Поэтому здесь рацион должен построен быть так, чтобы завтрак был полноценным. Можно съесть и мясо с овощами, можно и уже гарнир с овощами, с собой взять уже там фрукты, кефир и прийти потом вечером уже покушать более плотно. Первое блюдо обязательно горячее. То, что сейчас убирают и нет первого блюда, это риск развития, высокий риск развития гастритов, а еще дискиназирующих водящих путей. Потому что в свинкторуде он открывается и опражняет желчный пузырь в ответ на то, что мы съедим горячее. К слову, об изменениях в сложившейся системе питания в школах. К счастью, есть люди, которые не только предлагают, но и разрабатывают специальные программы, которые нацелены на то, чтобы изменить подход и отношение к еде как основе здоровья. Если школа станет как бы флагманом в фарватере здорового образа жизни и здорового питания, это было бы здорово. Потому что родители и сейчас школьники, к счастью, школьники влияют на своих родителей. Мы это увидели, то есть школьники бросают пить, курить, начинают двигаться в фарватере тренда здорового образа жизни, родители начинают это поддерживать. И наша задача, почему мы сейчас, допустим, в вузы хотим двигаться в техникум, готовить молодежь. Потому что они слышат не столько нас, сколько себе подобных. И вот ребята, когда выступают, я на самом деле во все эти путешествия отправилась со своей дочерью, ей 15 лет. И она своим примером демонстрировала, как это не пить попсиколу, как это не есть чипсы, как это действительно здраво мыслить и здорово питаться. Слушали ее больше, чем меня. Это правда. Потому что я там правильная, специалист и врач и все такое прочее. Но молодежь больше все-таки доверяет своему, так сказать, формату. Как специалист в области питания я бы предложила сначала исключить то, что вредит здоровью. Вот просто эти категории с вниманием исключить, нужно внести. Сначала исключить то, что явно вредно. А потом уже предлагать то, что наши дети, наша система здравоохранения может предложить относительно того же бюджета. У них же тоже бюджет очень лимитирован. Исключить хлебобулочные изделия, макаронные изделия. Однозначно. Потом я бы исключила чуть дальше уже какие-то жареные на жирных маслах все эти соусы и так далее. Но хотя бы исключить то, что глютеин, то, что сейчас уже медициной традиционной доказано, вызывает онкозаболевания, вызывает системные заболевания. Чем же пышные булки, хлеб и сладкое печенье не угодили диетологам? Хлебобулочные изделия из муки высших сортов содержат очень мало питательных веществ и витаминов. Так как в своем процессе приготовления их очень хорошо очистили. Плюс для изготовления муки высшего сорта современные производители используют достаточно много химических веществ, которые также неблагоприятно влияют на организм ребенка или отбеливателей, мы по-другому называем. Ситуацию с мукой усугубляет еще и наличие сахара в таких изделиях. Если мы говорим о изделиях хлебобулочных, в которых добавлен сахар, то есть которые сладкие. Есть хлеб, который не сладкий, но это все равно белый хлеб. Есть булки, которые или хлебы, или какие-то косички, которые сладкие. Естественно, почему он сладкий? Потому что туда еще добавлен сахар. То есть мы количество сахара, которое содержится в самой белой муке, он очень быстро превращается, этот состав, в сахар. Мы еще добавляем сахар, непосредственно сахар, что повышает однозначно углеводность и калорийность этого продукта. Чтобы понять вообще, почему же сахар такой гадкий, почему же он такой вредный. Начнем с того, что сахара в природе самого по себе не существует. Нет рафинированного белого вот этого вот песка, который сладкий вкус имеет. Сахар мы должны получать из продуктов питания, которые входят в его состав. То есть это фрукты. Поэтому детям нужно давать фрукты. Это идеальный источник глюкозы и фруктозы, которая не повысит вам быстро сахар крови, потому что во фруктах огромное количество клетчатки и воды. Эта клетчатка и вода замедлит усвоение глюкозы. Если же мы мешаем сахар в чай, мы пьем сахар. И мы его пьем и пьем и пьем, в итоге сахар крови повышается. Пошел механизм повышения инсулина, потому что инсулин должен сейчас спасти организм от этого сахара. Инсулин способствует преобразованию неиспользованных калорий в жиры, а тем временем опять же сахар падает ниже нормы. Сахар является мощнейшим окислителем. А все, что мы говорим окисляется, все, что окисляется, разрушается. Поэтому если сахар повышает уровень окисления в организме, нарушается PH крови, нарушается PH лимфы, кислотно-щелочной баланс, организм загаживается, он становится вязким, все жидкости, которые должны течь, они вязкие, они как кисель. И это состояние потом сопровождается накоплением болезней и лишнего веса. А чтобы увидеть полную картину потребления сахара из продуктов нашими детьми, демонстрируем простой пример. Все продукты, которые мы употребляем ежедневно, будь то банан, йогурт, булочка, состоят из шести основных компонентов. Это вода, белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. Углеводы, попадая в наш желудочно-кишечный тракт, расщепляются на три компонента. Это глюкоза, фруктоза и галактоза. И в таком виде они всасываются в кровь. О количестве углеводов в наших продуктах мы можем судить по таблицам пищевой ценности, которые находятся на каждой упаковке продукта. Вот, например, возьмем количество белков, жиров, углеводов. Мы решили наглядно вам показать, так сколько же наши дети употребляют за день простых углеводов и насколько это опасно для их здоровья. Для наглядности мы решили взять достаточно известный углевод – это сахар. В одной столовой ложке сахара находится 15 грамм углеводов. И мы будем брать продукт, который употребляют ежедневно наши дети, и сравнивать с эквивалентным количеством углеводов, содержащихся в сахаре. Утро, школьник собирается в школу, как всегда опаздывает, не успевает. Мама решает приготовить ему быстрый завтрак. Конечно, очень вкусный и быстрый завтрак – это хлопья. Какой школьник их не любит? Порция хлопьев содержит где-то 50-60 грамм углеводов, что эквивалентно – 2,5 столовым ложкам сахара. Насыпаем. Теперь йогурт. Эти хлопья мы заливаем или молоком, или йогуртом. Мы взяли фруктовый йогурт, но какой же школьник не любит такой йогурт, сладенький, вкусненький. В 100 граммах такого йогурта содержится 14 грамм углеводов. То есть это 1 столовая ложка. Такой ребенок обычно заливает где-то 200 грамм йогурта. Это эквивалентно 2 столовым ложечкам. Насыпаем. Наш ребенок идет в школу. Он сидит на уроках, теряет энергию. Звенит звонок, и на первой перемене он бежит за булочкой. Ребенок же проголодался. Съедает 1 булочку, а может даже и 2. В одной такой булочке содержится 60 грамм углеводов, что эквивалентно где-то 4-4,5 ложечкам сахара. Насыпаем. Наши вкусные булочки ребенок запивает фруктовым соком. Мммм, вкуснятина. И с этим соком он получает 1,5 столовые ложечки сахара. Насыпаем. Опять уроки. По дороге домой ребенок лезет в ранец и достает вот такой вкусненький банан. Банан действительно содержит много углеводов, но по своей структуре они являются сложными. И попадая в организм, они дают достаточно долго чувство насыщения. Они поддерживают достаточно постоянный уровень глюкозы. И давая тем самым энергию для жизнедеятельности ребенка. С бананом наш ребеночек съедает 1,5 столовые ложки сахара. Вот. Посмотрите. Мы еще не дошли домой, мы еще не пообедали. А у нас уже вот такое количество сахара, эквивалентное содержание углеводов в пище ребенка. По дороге домой ребенок идет возле киоска и видит вот такие прекрасные сухарики со вкусом бекона или сыра. Ну какой ребенок не остановится и не купит такой продукт? Естественно. В 100 грамм таких сухариков у нас содержится 45 грамм углеводов. Это соответствует 3,5 ложкам сахара. Так, насыпаю, да? Наш ребенок приходит домой. И вместо борща, который мама с любовью приготовила, он лезет в морозилку и достает вот такие замечательные пельмени или вареники. Это же куда вкуснее. В 100 граммах вареников или пельмени содержится приблизительно 30 грамм углеводов. Он съедает 150-200 грамм, что соответствует 4 столовым ложкам сахара. Насыпаем. Так, 2, 3, 4. Обед, как правило, наш ребенок заканчивает чаем с какой-нибудь конфетой. Мы взяли, для примера, батончик. В 100 граммах такого шоколадного батончика или конфетки у нас содержится 50 грамм углеводов. Здесь 50 грамм, что соответствует 25 грамм сахара. Насыпаем. У нас уже не хватает чашки. Это почти 2 ложечки. Посмотрите. И это мы еще не съели ужин и полдник. Мы еще не съели очередную порцию конфет или хлеба. Отсюда становится понятно, откуда у наших таких еще маленьких детей возникают проблемы сердечно-сосудистой системы, проблемы эндокринного характера. Это ожирение, сахарный диабет. Почему наши дети так плохо себя чувствуют, часто подвержены вирусным заболеваниям? Вот ответ. Потому что содержание простых сахаров в пище нашего ребенка достигает вот такого уровня. А должно быть в 3 раза меньше. Товарищи родители, давайте почаще задуматься над тем, что наши дети едят. Если наши дети будут получать здоровое, сбалансированное питание, в котором будут соблюдены соотношения белков, жиров, углеводов и воды, они будут здоровы и активны на протяжении всей жизни. На этом ужасы употребления ребенком вредных веществ не ограничиваются. Ведь помимо сахара в хлебобулочных изделиях содержатся так называемые трансжиры. Даже рекламируемые и продаваемые в детских магазинах печенье содержат трансжиры. Везде есть маргарин, кулинарный жир, либо это пишется, затвердили руслыни жиры. Что это за жир? Это когда берется масло, даже самое лучшее масло растительного происхождения, нагревается до температуры кипения, и через него пропускается водород. То есть это некие измененные молекулы жира, которые организм не может распознавать, не может качественно утилизировать, не может выводить нормально. И когда они складываются в организме, то есть человек, который ест печенье, пирожные, торты на маргарине, пиццы, все, где есть маргарин, и кулинарные жиры, и затвердили жиры. Эти жиры встраиваются в клеточную мембрану и затрудняют межклеточный обмен. Эти жиры способствуют накоплению токсинов в клетках, еще больше усиливают приток жира в организм, потому что очень сильно замедляется обмен веществ. В итоге мы имеем аллергические реакции, потому что организм пытается бороться с этим всем, выталкивая это все из себя. Аллергические реакции, воспалительные процессы, сердечно-сосудистые заболевания и онкологию, потому что трансжиры участвуют в образовании онкологических процессов. Мы это знаем. Вот это на самом деле ужасно. Как же выйти из ситуации? Ведь послушав диетологов, можно вообще решить, что кушать по сути-то и нечего. Спешим вас разуверить. Это всего лишь дело привычки. Ведь сладкие батончики и булочки можно заменить фруктами и сухофруктами, а магазинное печенье – печеньем собственного приготовления. Что вы можете сделать дома? Да вы легко можете сделать дома печенки своему ребенку, но не вот эти, которые в магазинах, которые способствуют ухудшению здоровья. Вы берете цельнозерновую пшеничную муку, можно смешать ее с ржаной мукой, можно не смешивать. Ржаная мука будет давать некую кислинку такую. Вы берете, можете взять даже, смолоть орехи, вот прям буквально в муку, миндальный орех можно взять, можно взять кокосовую стружку, если вы хотите вкуса придать этому всему и сделать его больше сладеньким. То есть вы берете овсяные хлопья, меленые в кофемолке. Вы не хлопья едите как продукт, и в любом случае мы говорим о печени, мы не едим его как основной продукт. Это лакомство. Поэтому вы берете любой вид из этой муки, яйцо, кефир, и буквально там пол чайной ложечки, как разрыхлитель, используете соду. Вот это все вы перемешиваете. Туда можно добавить изюмчик, туда можно добавить чуть-чуть сахара. Вот я почему говорю, не сахар страшен, а его количество. Вы добавляете сахара, перемешали это все или взбили, да, и попробовали. Должно быть сладко, но не должно быть пересладко. Пожалуйста, сформируйте печенки и в духовке это все запеките. И пускай это будет лакомством для вашего ребенка. Но, если мы это еще и маслом намазываем, причем я не против сливочного масла для детей, ни в коем случае. Но это масло должно быть намазано на цельнозерновой кусочек хлеба, на хлебцы в конце концов, да. Там положено в ту же кашку, одну-две чайные ложечки масла сливочного, но не надето на вот этот страшный состав на печенке. Вот, собственно говоря, все. Определившись с сахарной проблемой, назовем ее так, остановимся на вопросе о дрожжах. Ведь это один из основных составляющих в приготовлении тех же хлебобулочных изделий, которые наши диетологи так активно критикуют. В вопросе о дрожжах мнения разошлись. Дрожжи в булках, дрожжи в хлебе, дрожжи в булках. Я кричу, люди, не кушайте эти продукты, потому что дрожжи – это микроорганизмы, которые вселяются буквально, то есть попадает в наш организм с продуктами питания. Эти дрожжи не уничтожаются термической обработкой, как многие думают. Эти дрожжи попадают в наш организм, и они по пути, они выбрасывают споры, они размножаются спорами, как грибки, да, дрожжевой грибок. Они буквально заполоняют внутренние органы, они все это заквашивают, они превращают это в среду, благоприятную для размножения вредных микроорганизмов и воспалительных процессов. Они себе буквально формируют место жительства. Что они делают по пути? По пути, захватывая эти все территории в нашем организме, они пожирают питательные вещества, выделяют углекислый газ, что еще больше загаживает организм, и в итоге с дрожжами можно получить такие патологии со здоровьем. Ну и аллергия – это самый простой пример. Давайте просто разберем еще положительную сторону дрожжей. По количеству фолиевой кислоты, например, никакой пищевой продукт не содержит столько, как дрожжи. Никакой. Второй момент. Витамин ПП, либо витамин В3. То же самое. Очень много. Все группы витамины В, В это В1, В6, В12, максимальное количество содержания этого витамина. И плюс еще много содержит белков. То есть, дрожжи, когда показаны. Если ребенок ослабленный, тоже иммунитет, когда у него недостаточный вес, когда он часто болеющий, когда у него несбалансированный рацион, когда социально-экономические возможности минимальны, и нет возможности сбалансированно питаться, даже с учетом тоже белка, то дрожжи, они являются, как и лекарством, даром ранее использовали различные напитки, покупали дрожжи, пропивали, и улучшалось там намного состояния. То есть, дрожжи несут, что в первую очередь? Это источник колоссальный по витаминам группы В, полевой кислоты, и еще марганец, магний, железо, калий. Таким образом, благодаря экспертам, мы теперь можем понять основные ошибки в организации и детского, и своего питания, которые совершаем по незнанию, а быть может и просто, из-за элементарной нехватки времени или желания что-то изменить. Как говорилось уже ранее в нашей программе, привычка – вещь устойчивая, бороться с ней тяжело, но в данном случае привычка быть здоровым гораздо привлекательнее привычки поедать булки и печенье. Я не лечу давно таблетками, я лечу едой. Как можно вылечить болезни с помощью все той же еды? И о пользе меда мы будем говорить в нашей следующей программе «Диет-совет». Диет-совет.